Добрый вечер, уважаемые участники. Добрый вечер, Александр. Всех рад приветствовать на новой встрече с Александром Элдером в конце марта 2024 года. Встречаемся и, как всегда, будем говорить о рынках, поговорим про S&P 500, поговорим про разные акции и в целом разберем текущую ситуацию. Продолжение следует... Мы его тоже затрагиваем в ходе наших встреч, но я еще раз акцентирую на этом внимание. Для тех, кто впервые присутствует на наших вебинарах, скажу пару слов про компанию. Мы являемся брокером, международным брокером, работаем в разных странах и предоставляем сервис для трейдеров и для инвесторов. Также мы уделяем большое внимание это именно обучению, потому что сфера трейдинга, сфера инвестиций, она подразумевает, возможно, непрофильное образование, но, тем не менее, знание, которое позволяет совершать операции. И мы уделяем этому большое внимание, и мы рады, что Александр может присоединяться к нашим встречам и делиться своим опытом. Поэтому мы с вами здесь сегодня и собрались. Мы предоставляем также сервис для, как я уже сказал, для трейдеров и для инвесторов, то есть два типа взаимодействия. Соответственно, трейдеры могут торговать и акциями, и индексами большим количеством инструментов. И также инвесторы могут формировать долгосрочные, среднесрочные портфели из акций, ETF, европейских, американских, ну и, собственно, иметь диверсифицированную торговлю. Мы предоставляем также разные платформы и мобильные версии, и версии для лаптопа, чтобы было удобнее как раз совершать сделки и следить за операциями. Также скажу, что стало доступно дополнение для метатрейдера, которое позволяет как раз следить за сообщением о доходах, о котором мы периодически акцентируем внимание, о чем говорит Александр, что важно следить, когда компании отчитываются. И сейчас мы сделали это доступно также в метатрейдере, но в конце нашей встречи тоже об этом расскажу. И, как всегда, план встречи, то есть о чем хотелось бы поговорить сегодня, это, конечно, обсудить текущую ситуацию, то есть что сейчас происходит на рынке. На прошлой неделе было заседание Федеральной резервной системы, и, соответственно, интересно также услышать мнение Александра, что нас может ожидать с точки зрения тех заявлений, которые были сделаны. Посмотреть на основные рынки, безусловно, разобрать некоторые бумаги. Также обязательно подведем итоги конкурса, который у нас проходит, и в конце я расскажу про индикаторы Александра и про правила конкурса непосредственно. Как всегда, сделаю небольшой резюме ситуации на рынке в виде таких скриншотов. Здесь представлен индекс Dow Jones 30. Мы видим, что есть компании, которые в последние месяцы выросли более чем на 10%. То есть это Caterpillar, это 3M, и также есть компании, которые некоторые проседали, такие как, допустим, Apple. Но картина более интересна уже на индексы NASDAQ, которые мы видим сейчас. То есть в целом, опять же, пока у нас картина остается позитивной. То есть в среднем компаний больше, которые закрыли или закрывают месяц в более позитивной зоне. Но также про те компании, которые или сильно упали, или сильно выросли, мы про некоторые компании также сегодня поговорим. Александр, всегда рады встрече, всегда с нетерпением ждем наших встреч, всегда наши слушатели напоминают, спрашивают, когда же пройдет новая встреча. И, Александр, передаю слово вам. Спасибо большое. Спасибо, Роман, за такое доброе приветствие. Очень рад с вами работать. И, как я уже не раз говорил, я живу в горах, в деревне, можно сказать, 700 человек у нас населения. Нет ни одного светофора. Правда, есть один сигнал «стоп» на важном перекрестке. И по-русски поговорить здесь просто о немском. То есть здесь есть, конечно, нормальное общество. Тут университет, тут огромный медицинский центр. Но по-русски никто не говорит. И поэтому вот так вот выйти на люди и поговорить с одноязычными трейдерами всегда очень приятно. А кроме того, вопросы, которые поступают, и вопросы, которые вы просите меня разобрать, они заставляют меня задуматься. И иногда люди, особенно такие неопытные, подозрительные, спрашивают, а зачем учить? Если умеешь, если ты знаешь, что делаешь, то зачем учить? На что я всегда отвечаю. Проповедь полезна для проповедника. То есть от того, что я повторяю дисциплину, 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 вот сигнал, вот сигнал, вот сигнал. Это усиляет мою собственную дисциплину и продолжает тренировать мой глаз на те структуры рынка, о которых я постоянно говорю. Так что я от этого получаю пользу. Вот так вот. Насчет, значит, теперешней ситуации на рынке. Был двухдневное собрание Федеральной резервной системы. Все очень боялись, что они могут отменить, отложить понижение учетных ставок. Но в конце концов вышел, значит, господин Паул, президент Федеральной резервной системы, сказал, что проголосовавши, они решили, что повышать ставки не будут. Ориентируются на их понижение. И не сказали, когда начнется это понижение. Потому что инфляция до сих пор выше того уровня, выше прицельного уровня. Прицельный уровень это 2% в год. А инфляция сейчас ближе к 3%. Но это гораздо лучше, чем те 6-7, которые были еще полгода, год тому назад. Поэтому они сказали, что они четко планируют 3 понижения учетных процента в этом году. А учетный процент, который они выставляют, это самый главный учетный процент. От него танцуют, в принципе, все остальные. Он сейчас 5,5-5,25, выше 5%. Они его начнут понижать, видимо, по четверти процента. Это самое маленькое, что они всегда делают. Поэтому к концу года учетный процент должен быть ниже 5. И это будет полезно для экономики. Но вот простейший пример. Люди покупают дом под ипотеку. Еще пару лет тому назад можно было взять ипотеку на дом на 30 лет. Меньше, чем на 3% годовых. 30 лет. То есть зафиксированная ставка. Сейчас зафиксированная ставка около 7%, если на 30 лет брать. И мне трудно понять, но люди это делают, залезают в такую долговую кабалу. Но сейчас, когда учетная ставка не 3%, а 7%, то человек может себе позволить купить дом примерно за половину той цены, которую он покупал раньше. Потому что выплачивает так много по процентам. Поэтому как только начнет понижаться учетная ставка, начнет понижаться цена ипотеки. И это будет очень хорошо для индустрии по строительству домов и всего, с чем это связано. Например, одним из главных потребителей меди является строительная индустрия. Потому что, я уже не помню, сколько сотен килограмм уходит на то, чтобы обеспечить проводами один дом. Вот так вот. То есть, когда начнет понижаться учетный процент, будет хорошо. Пока что он еще не понижен. Ждем, что, возможно, это начнется понижение в июне. До июня точно нет. Но рынок уже заранее начал радоваться. И S&P взлетел почти на 100 пунктов после этого. Можно посмотреть на график S&P. И, кстати, у меня будет добавочный комментарий про S&P, когда вы его покажете. А, вот он уже на экране. Мы смотрим на график S&P. Слева, для тех, кто к нам присоединяется в первый раз, я всегда смотрю на любой рынок с двух сторон. Долгосрочный график и краткосрочный. В данном случае долгосрочный – это недельный график. Каждый столбик – это неделя. А с правой стороны – дневной график. Каждый столбик – это день. Что мы видим здесь? Еще несколько слов про этот график. Две линии – красная и синяя. Это две скользящие, экспоненциальные скользящие и средние. Длинная и короткая. И я говорю, что есть цена, а есть ценность. Это разные понятия. Например, скажем, цена рубашки. Допустим, нормальная цена – 70 долларов. Я иду в магазин, я вижу, эта рубашка выставлена на витрине – 120 долларов. Ну, ничего, хорошая рубашка, я подожду. Переоценена. Я подожду покупать. С другой стороны, вдруг распродажа обычно 70 долларов, а сейчас 35. Я куплю две или три. То есть, люди реагируют, люди, даже не задумываясь об этом конкретно, всегда сравнивают цену и ценность. Так вот, какова ценность любой акции? Какова ценность любого рынка? Я говорю, что ценность живет вот в этой зоне между двумя скользящими средниями. Быстрая скользящая средняя показывает краткосрочное согласие о ценности. Медленная скользящая средняя – долгосрочное согласие. А ценность где-то вот в этой зоне между этими двумя. Поэтому, когда я покупаю, я всегда стараюсь купить в зоне ценности или пониже. А когда цена завышена, как она и есть завышена в настоящее время, я стараюсь сыграть на понижение. Явно, что график S&P абсолютно в облаках. Он идет вверх по верхнему конверту. Для меня это рынок в маниакальном состоянии. Верхний конверт – это маниакальное состояние. В последний раз такое состояние было в июле прошлого года. В самом центре этого графика, вы можете видеть это. И, как всегда, ели, пили, веселились, посчитали, прослезились. Была очень сильная коррекция в депрессивную зону. Потом начался новый взлет бычьего рынка. Мы в бычьем рынке сейчас, без сомнений. Но этот бычьй рынок достиг маниакального состояния, что довольно опасно для покупателей. То есть, он полностью заслужил право выдохнуть, опуститься в зону ценности или немножко пониже. И там уже начнем его прикупать опять. Это недельный график. С правой стороны дневной график. И он, кстати, показывает прекрасную торговую систему. Рынок в последние несколько месяцев ведет себя просто на радость однообразно. Посмотрите, каждые пару недель происходит такая маленькая паника. И СНП падает в зону ценности. Взлетает оттуда и касается верхнего конверта. Впрочем, все эти инструменты вы можете получать от адмирала. Опускается опять, ныряет в зону ценности, где должен стоять, конечно, заранее подготовленный приказ на покупку. И взлетает опять к верхнему конверту. Последние события. Вы видите, как был очень крупный взлет. Это было на прошлой неделе. Как раз, когда было собрание Федеральной резервной системы, господин Павлович сказал, что повышения ставок не будет. Вот это был праздник. Рынок залетел. На следующий день поднялся еще выше. Он в зоне переоцененности. И сейчас он уже 4 дня подряд тонет немножко. И в принципе, с моим подходом, здесь делать нечего. Покупать еще рано, коротить уже поздно. Поэтому ждем. Я думаю резонно ожидать, что рынок опустится в зону ценности. Опять он постоянно опускается туда. Вот это вот и есть зона покупки. Но теперь хочу добавить еще что-то к этому графику. Вычитал это только сегодня. Сегодня или вчера. Мы смотрим на график S&P. Все время. Это наш главный индикатор. График S&P составлен из 500 самых крупных акций на бирже. Причем крупных в каком смысле? В смысле капитализации. Значит, если, допустим, цена акции 10 долларов, и они выпустили миллион акций, то общая капитализация этой компании 10 миллионов долларов. Что по биржевым понятиям копейки. С другой стороны, если это компания типа Apple, Google, Amazon, то их капитализация, Microsoft, их капитализация достигает, а то и превосходит миллиард долларов. Миллиард. Нет, извините, тысячу миллиардов. Тысячу миллиардов. Триллион долларов. Тысячу миллиардов долларов. Это больше роман, чем у нас с вами и у всей нашей аудитории из министеризации. Шучу. Тысяча миллиардов долларов. То есть, индекс S&P составлен из самых крупных капитализированных акций страны. Акции американского биржевого рынка. Так вот, есть еще добавочный график S&P. Есть график S&P, куда входят все акции, которые имеются на американском рынке. Его можно построить и посмотреть на него. Вот тот индекс, который представляет все акции американского рынка, он отстает от индекса S&P ни много ни мало, как на 20%. И это самый большой разрыв за десятилетия. Это указывает на то, что вот этот великолепный бычий рынок, на который мы с таким удовольствием смотрим, надеюсь, с удовольствием, это рынок узкого меньшинства. А большинство далеко позади. Далеко позади. В негативе на этот год, кстати. Вот так вот. Это рынок, в котором трудно торговать. То есть, когда вы торгуете, имеет смысл ориентироваться на самые крупные компании, потому что они ведут себя хорошо. А масса всех этих компаний ведется совсем по-другому. И, возможно, мы посмотрим на какие-то из них. Это все, что я скажу сегодня про S&P, а то больше не нашло времени и не останется. Спасибо, Александр. Давайте посмотрим на немецкий индекс. Да. С левой стороны недельный график. И на недельном графике полная эйфория. То есть, недельный график, весь, да, от головы до хвоста, выше конверта. То есть, он стоит на конверте на этом, да. То есть, колоссально маниакальное такое состояние. Смотрим на дневной график немецкого рынка. И он, конечно, тоже переоценен. Он в данный момент открыт. И он торгуется выше верхнего конверта. У пациента маниакальное состояние. Что нужно делать в такой ситуации? Если вы раньше закупились, то обязательно, обязательно, обязательно нужно поставить защитную приостановку. Заметьте, что в последний, смотрю на дневной график, раз, два, три, четыре, пять, шесть дней рынок не выбивал нижнюю точку предыдущего дня. Поэтому вполне резонно поставить защитную приостановку хотя бы ниже, ниже, нижней точки предпоследнего дня, чтобы, когда рынок развернется, а он всегда разворачивается, чтобы сохранить большую часть или значительную часть прибыли. Это маниакальное состояние. Причем, это не значит, что он развернется сегодня или завтра. Маниакальное состояние вполне, как вам скажет любой психиатр, маниакальное состояние может продолжаться довольно долго, но не за все время. То есть, опять-таки, немецкий рынок повернет и вернется на дневном графике в зону ценности. Но заметьте, он ведет себя немножко иначе, чем американский. На американском рынке мы видели, как вот эти вот спады в зону ценности, они действительно попадают в зону ценности. На немецком рынке они подходят близко, но не совсем заходят туда. И вот такие вещи, когда вы торгуете, нужно иметь в виду или помнить их, или записывать, или делать графики и вывешивать себе их на стенку. Разные индексы и разные акции ведут себя немножко по-разному или очень по-разному. Ну вот, чтобы не грести все под одну гребенку. Едем дальше. Спасибо, Александр. Евро к доллару? Трудно сказать что-то. Я смотрю на недельный график и вижу, что пик евро был достигнут летом прошлого года. Донышко евро было в сентябре этого года. И с тех пор евро вот колышется в этом диапазоне. Самый крайний столбик на недельном графике прямо вот сидит на зоне ценности. И когда я вижу такую картину, я просто иду дальше. Я даже не стараюсь даже вникнуть в нее. Потому что если рынок сидит, любой рынок сидит на зоне ценности, я про него говорю. Он оценен правильно. Как трейдер я всегда хочу купить дешево или закоротить дорого. А когда рынок правильно оценен, то не делать нечего. Никакого преимущества нет. Едем дальше. Золото. Ах, 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 ах. На недельном графике, конечно, увиден совершенно четкий бычий рынок. Бычий рынок переоценен. И опасная фигура вырисовалась на прошлой неделе. Такой вот палец кверху или хвост кенгуру, как его назвала много лет тому назад от моей московской переводчицы. Такие пальцы обычно заканчивают тренды, являются концами трендов. Мы видим, что импульсная система зеленая. На недельном графике коротить запрещено. Коротить запрещено, но смотреть можно. Смотрим на дневной график с правой стороны. И мы видим, что рынок пытается вернуться вот к тому пику, нарисованному тот же палец, тот же хвост кенгуру. После этой фигуры рынок просел буквально на один день. И вот уже третий день подряд пытается подняться и достигнуть этого уровня опять. На рынках нет определенности. Нет. Вот я сто процентов уверен, да, это разговоры. То, что она делает сейчас, это не очень обычное поведение. И я бы сказал, что вероятность, скорее всего, что это ралли захлебнется, хвост останется на своей гордой высоте, и рынок, и золото просядет в зону ценности или немножко ниже, где, собственно, его стоит покупать. Но есть шанс, я бы сказал, два из десяти, да, восемь, что ралли захлебнется, но два шанса, что 20%, что золото будет настолько сильным, что превзает этот хвост. Редко, но бывает. Поэтому я не торгую золотом. Я в этом году настолько занят акциями, что я просто не сделал ни одной сделки по фьючерсам еще в этом году. Если бы я торговал по фьючерсам, я бы очень внимательно смотрел на этот рынок в поисках возможности закоротеть. Для этого мне нужно было бы, чтобы недельная импульсная система в этой, видите, на горизонтальной линейке слева перестала быть зеленой. Значит, зеленая линейка разрешается покупать или стоять в сторонке. И даже на дневном графике последний штрих тоже зеленый. Они должны исчезнуть для того, чтобы позволить мне коротить золото или коротить какие-то возможные инструменты, связанные с золотом. Ну, как я сказал, это на данное время, в этом году, это не моя песня. Но если кто-то спрашивал моего совета, как быть с золотом, я бы сказал, будь готов, будь готов коротить его. Сейчас еще нельзя, а возможно, есть и есть маленький шанс, что золото будет продолжать свое ралли. Но, скорее всего, это ралли заглохнет, а поскольку толпа абсолютно стоит, так сказать, на задних ногах и орет от восторга. Вот это ситуация, где приятно коротить. Когда все любят, а ты говоришь, нет. Так что, вот это то, к чему я был бы готов. Спасибо, Александр. Давайте посмотрим на нефть. Недельный график. Импульсная система зеленая, МСД-истограмма поднимается. Нефть немножко переоценена, ведь она немножко выше зоны ценности, но нет такого сумасшествия, как, например, мы видели с S&P или с золотом. Я уже на первый месяц говорю. Экономика в хорошем состоянии, и экономика живет на нефти. Нефть – это как кровь для организма. Недельный график говорит, мы в бычьем рынке. Легально покупать, легально стоять в сторонке, если не хочешь покупать, но нельзя коротить. Переходим к дневному графику. Он вам что-нибудь напоминает из того, что мы вот пять минут назад видели на графике S&P? Не такая чистая, фигура, но общий смысл одинаковый. Я смотрю, Роман уже обводит это мышкой. Идет в бычий рынок, тренд вверх. И периодически небольшая паника, и цена падает ниже зоны ценности. Кстати, вот в таких ситуациях я высчитываю, просто с карандашом в руках, я высчитываю, насколько ниже зоны ценности падает нефть. Допустим, допустим, на вскидку говорю, это где-то будет порядка 30 или 40 центов. Скажем, 40 центов. А, окей, значит, я беру все падения за последние, скажем, 3-4 месяца, высчитываю их в среднюю глубину. И, допустим, если средняя глубина 30 центов, то я заранее ставлю приказ купить на 15 центов ниже зоны ценности, на половину среднего. Не надо жадничать. То есть, у правого края мы видим, что нефть уже вошла в зону ценности. И в зависимости от вашего настроя можно первую часть, зависит от размера вашего капитала тоже, можно первую часть позиции купить сейчас и быть готовым купить остальное, когда цены опустятся, если цены опустятся ниже. Но это такой сигнал на покупку здесь. При этом хочу вам сказать, то, что вот Роман вас предупреждал, риск, контроль, все. Я не могу вам сказать, покупайте здесь, продавайте там. По той простой причине, я не знаю вас. Я не знаю вашего финансового положения, вашего опыта, я не знаю, насколько у вас терпения много подождать чего-то. Ничего не знаю. Поэтому говорить вам покупай или продавай было просто смешно. Но что я чувствую обязанным, сказать вам, это четко, без виляния, объяснить, что я думаю по поводу того или иного рынка. И поэтому я просто думаю вслух. То есть, то, что я говорю вам, это так, я разговариваю с собой, сидя утром перед своим экраном, планируя сделки на сегодняшний день. Только я не вслух говорю, конечно, а так про себя. это гораздо быстрее получается. Но я делюсь с вами своими соображениями, своими мыслями, но ни в коем случае не говорю вам. А сейчас, значит, все бросаемся покупать нефть. Я уже сказал покупать нефть. Я уже сказал, нефть выглядит очень прилично, выглядит близко к зоне покупки. А теперь, а теперь, если, сказать, это по вашей части вот нефтью торговать, за вами стоит колоссально важная задача. Задача, которая отличает любителей от профессионалов. Посчитать деньги, посчитать риск, решить, какой риск вы готовы принять на себя в этой сделке. И в зависимости от этого вычислить размер позиции, который вы будете брать. Вот так вот. Желаю успеха. Спасибо, Александр. И посмотрим на график биткоина. Вы знаете, я в последнее время стал следить за этим графиком. Потому что, хотя я не торгую биткоином, я скептик по криптовалютам, да, но есть несколько акций, которые четко завязаны на биткоин. И я так посматриваю, конечно, на биткоин, не в деталях, но вот посмотреть, в какую сторону он на тысячу пунктов убежал, вверх или вниз. Потом смотрю на эти акции. Главная акция это MSTR. Как она называется? Тикер MSTR. Майкл, Сэм, Том, Роберт. Майкл, Майкрострадеджи. Майкрострадеджи. Спасибо, спасибо. Очень дорогая акция с очень дорогими опционами, потому что люди, которые не могут себе позволить купить акцию, покупают опционы и взгоняют эти опционы на дикую высоту от оптимизма. А опционы это такое дело, кто-то должен их продавать, почему бы и не мне. Я даже сегодня с утра смотрел на MSTR, сигналы не складывались. Поэтому смотрю на биткоин. Для меня это мистика в каком-то смысле. Продукт, который ничем не обеспечен, который никем не контролируется. Допустим, если бы доллар обваливался или евро, то есть центральные банки, которые защищали бы их. но применяем методы технического анализа. Смотрим на левую сторону. Идет дикий бычий рынок. Цены уже в течение месяца выше верхнего конверта. MSc регистограмма стала понижаться и импульсная система, эта горизонтальная линейка перестала быть зеленой. Она стала синей, что означает, что коротить разрешено. Смотрим на дневной график биткоина и видим, значит, был пик где-то в районе 73 тысяч долларов за монету падения ниже зоны ценности. И сейчас идет опять ралли, опять взлет. Импульсная система зеленая. Значит, нам не разрешено это дело коротить. Но разрешено смотреть. Поэтому я так посматриваю на это дело и посматриваю на МСТА микростратежи и посматриваю. Готов. Готов. Так, палец на курке коротить. Но жду, пока система развернется в мою пользу. И, вернее, снимет запрет с меня, потому что пользы-то нет, а есть запрет коротить на дневном графике. Вот так. Спасибо, Александр. Как вы смотрите на то, чтобы посмотреть на индекс новых высот, новых низов? Да, пожалуйста, пожалуйста. Я так останавливаю у себя. Я тогда делаю share screen, и так-так-так-так-так-так. Share screen, и мне нужно найти... А вот программа share, да? Да, все. Вот так, да? Индикатор новых высот, новых низов. С левой стороны недельный график. И, кстати, у самого левого края вы видите совершенно замечательный сигнал о конце медвежьего и начале бычьего рынка. Недельный график индекса силы упал ниже отметки в 4 тысячи, минус 4 тысячи. И каждый раз, каждый раз, без исключений, когда недельный график новых высот, новых низов падает ниже 4 тысяч, это сигнал на покупку. Причем, независимо, это бычий рынок или медвежий, это как пустую бутылку с заткнутой пробкой, опустили под воду и отпустили. Она выскакивает наверх. Смотрите, это середина 22-го года. Два удара ниже минус 4 тысяч, бычья дивергенция, очень сильные ралли, и потом еще одна попытка опустить этот индикатор ниже 4 тысяч, и все, это дно. После этого начался бычий рынок, в котором мы живем по сей день. Сигналы эти бывают очень редко, они возникают 2-3 раза в десятилетие, 4 раза, может быть. Это очень редкий сигнал, вот этот минус 4 тысячи на недельном графике. Этого сигнала уже не было больше 2-х лет, около 2-х лет. Где сейчас? СНП выше верхнего конверта, индекс новых высот, новых низов на недельном графике строит дивергенцию такую, но он и давно очень строит, и пока что проку от нее никакой нет. То есть, дивергенция строится, а рынок идет вперед. Собака лает, а караван идет. Я не очень рад поведению этого индикатора в последние несколько месяцев. Он показывает дивергенции, при этом ничего не происходит. Так, небольшая задержка и снова на новую высоту. Справа дневные графики новых высот, новых низов в трех разных диапазонах. Это график новых высот, новых низов в диапазоне один год, значит, новые высоты, новые низы за год, затем за квартал и, наконец, за месяц. Единственное полезное, что я вижу на этом графике, что максимальная сила быков, это вот этот пик, который вы видите в начале графика, это был 14 декабря. Вот это вот была, вот я сейчас в вертикальной линии стоит, вот это была максимальная сила быков. И с тех пор быки не достигли уже, не достигают этого уровня силы, но это не мешает рынку подниматься, подниматься, подниматься. Со временем, со временем, это плохо кончится, конечно. И поэтому мой совет всем участникам американского фондового рынка ставьте защитные приостановки, потому что если ситуация станет плохой, то рынок не будет опускаться медленно, там по чуть-чуть, начнет падать огромными кусками. Так что вы даже не успеете приостановку защитную поставить, и уже сделка может, прибыль стаяла, потери начинают нарастать, поэтому ставьте защитную приостановку. Причем не надо ставить ее очень туго, к ценам, если вы краткосрочный трейдер, да, конечно, ставьте туго, но если вы инвестор, то знаете, надо себя спросить, вот, например, сейчас у правого края рынок S&P 5200 с копейками, 5222, если S&P опустится до 5150, вы будете продолжать держать? Да, конечно, меня это не пугает, 5100, это вот этот вот уровень, ну, я еще подержал бы, 5, нет, нет, вот, значит, если 5000, это нет, 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 поставьте защитную приостановку там, то есть, цену ниже которой вы все, дергаете, сказать, за кольцо парашюта и уходите, вот так вот можно, простейший способ поставить защитную приостановку, подумайте, на каком уровне вы бы закричали, я этого не хочу, там-то ее надо доставить, вот так вот, я верну вам тогда экран, Роман, да, ставшая, что-то еще показать или вернуть экран? нет, все, я думаю, что посмотрели, спасибо, Александр, тогда я сейчас перехватываю, и у нас как раз объявление конкурса, и я уже, как в прошлый раз, тоже попрошу наших участников, если вам нравятся наши встречи, в целом, вебинары, которые мы делаем, то вот есть такой сервис отзывов Trustpilot, и я сейчас в чат пришлю ссылочку, вы можете как раз, мы будем благодарны, если вы оставите отзыв там про наши вебинары, про наши материалы, поэтому, пожалуйста, уделите одну минуту вашего времени, мы будем очень благодарны. И у нас конкурс, итоги конкурса в марте, собственно, как всегда, я покажу несколько графиков, сначала без конкретных ценных и конкретных инструментов, и попрошу наших участников подумать и предположить исход той или иной позиции. Буду говорить, где был вход, в какое было направление, от наших участников, прошу написать в чате, как вы считаете, сделка закрылась с прибылью или с убытком. Давайте договоримся так, что если с прибылью, то ставьте плюс, если с убытком, то ставьте минус, чтобы было это чуть проще. Сейчас перед вами первый график, то есть первая сделка, которая была прислана нам на конкурс, сделка была на продажу, соответственно, зеленая сделка здесь находится желание продать, намерение продать, здесь, соответственно, стоп-лосс и внизу take profit. То же самое, здесь часовой таймфрейм, то есть вы видите все свечи, импульсную систему, где был индикатор МСДН, индекс силы к этому моменту и сейчас предположите, как вы считаете, сделка закрылась с прибылью, поставьте плюс или с убытком поставьте минус. Буквально считаю до пяти и покажем итог. Минус, плюс, минус, плюс, 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 минус, минус, минус сразу же пришли. Хорошо, у нас примерно, ну, все, кто мог, подумал, для себя зафиксировал и смотрим правильный ответ. На самом деле это была сделка как раз по MicroStrategy, как раз предложена в short и предложена она была 6 марта и казалось, что с одной стороны я почему хотел эту сделку показать, ну, во-первых, да, то здесь было, вот здесь была точка входа на продажу, сделка буквально там в течение нескольких дней дошла до уровня Stop Loss и закрылась, соответственно, с убытком и, как мы видим, дальше ушла там в район 2000, то есть практически в два раза акция подорожала буквально за один месяц. Вот, как раз, ну, Александр, как всегда ваши комментарии, на что важно было выразить внимание. Вы знаете, я хочу вкратце рассказать нашим участникам о фигуре, которая для меня является, она как ключ для меня. Да, нет, да, то есть я вот, я нахожу сделку, которая мне нравится. Да или нет. я большой любитель играть на понижение, то есть подавляющее большинство, я медведь, краткосрочный трейдер и я люблю играть на понижение и я это делаю успешно, да, но я заметил, что вот у меня тоже были когда-то в свое время такие вот ситуации, да, 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 МСТР, сумасшедшая цена и вроде она уже трепещет в воздухе, сейчас мы ее вдарим по голове, да, у меня теперь стоит ключ, по-английски я его называю флиппер, надо хороший перевод будет придумать по-русски, ключ заключается в том, что для того, чтобы я имею право продать на понижение только если в течение дня, когда вот я смотрю на эту акцию, последняя цена ниже цены открытия, да, то есть динамика дня должна быть вниз, неважно, цена открытия, я, кстати, очень люблю, когда цена открывается высоко, если у вас есть возможность, покажите, покажите потом акцию CMG, Charlie Michael George, Charlie Michael George, CMG, и вы увидите вот этот переключатель в действии, сделка, которую я закрыл вчера, то есть если бы я хотел покупать что-то, то мне абсолютно нужно было видеть, что, я не знаю, десять, одиннадцать, двенадцать часов дня я собираюсь что-то купить, цена, которую я сейчас заплачу за эту акцию, должна быть выше, чем цена, по которой эта акция открылась, то есть динамика дня должна быть в мою пользу, и с тех пор, как я стал применять это правило, в последние пару месяцев, это резко улучшило мой результат, резко понизило количество неудачных сделок, потому что кажется, о, сейчас я дешево куплю, дешево куплю, дешево куплю, она еще дешевле становится, а когда вот я ставлю этот переключатель, я заплачу немножко больше, но динамика дня должна быть в мою пользу, это акция, четкий пример того, как динамика дня против этой сделки, человек входит в сделку, в то время, как цена выше, чем цена, по которой он открылся, и результат плохой, естественно, вот так, если вы сможете потом показать CMG, или я покажу, если хотите переключиться потом. Да, мы перейдем к платформе, сейчас просто в презентации, и платформе я... Простите, я ни в коем случае не хочу перебивать. Следующий участник, те же самые правила, плюс считайте, что сделка закрылась положительно, минус негативно. Тоже была сделка в шорт, соответственно, зеленая стрелка посередине, это где была предложена продажа, здесь, соответственно, take profit, здесь top loss, и наоборот. Считаю до трех, раз, два, три, плюс и плюс. Примерно пополам. Смотрим правильный ответ. Была сделка по Abbott Laboratories на продажу, но в данном случае, именно в данном сделке, в данном примере, то есть, почему я тоже ее взял как для рассмотрения, направление было выбрано верно, и сделка в итоге дошла до предложенного take profit, но сработал stop loss. То есть, если посмотреть на часовой таймфрейм, на дневной таймфрейм, сделка была открыта вот по данной цене, практически по самому минимуму, который был, затем цена выросла, немножко переписала максимум, которые были, зацепила stop loss, и затем пошла в том направлении, которое было выбрано участником. У меня впечатление, что наш участник, который предложил эту сделку, поставил свой стоп по очень старому и обанкротившемуся принципу, чуть-чуть выше последнего верха, да, чуть-чуть выше последнего верха. Это самое, я ничего, не хочу сказать ничего негативного, просто сам там был, неоднократно, да, это ленивый способ ставить стопы. Ну, вот последний верх там был, допустим, там, 118 долларов, я поставил свой стоп на 118,10, или 118,20, да, это не метод, потому что все, все, все ставят свои стопы там. Я ставлю свои стопы на позициях на основании индикатора, который называется ATR, Average True Range, и Average True Range, это включено во все системы, я не сомневаюсь, это есть в Адмирале, Average True Range, кстати, я уверен, что это есть в Адмирале, Average True Range, это расстояние, которое данная акция может пройти за день в совершенно нормальных условиях, то есть это уровень рыночного шума, вот так можно сказать, это нормальный шум, то есть акция может там подняться на столько-то центов, опуститься на столько-то центов, или долларов, это нормальный шум, который ничего не значит, так вот стоп я вычисляю от этого шума, то есть, допустим, если шум доллар, то я ставлю свой стоп полтора доллара от входа, если шум пять долларов, я ставлю стоп семь с половиной долларов от входа, этот стоп был очень близкий здесь, и явно, что он был поставлен с расчетом на предыдущую верхушку, а это там толпа стоит и ждет вас, да, спасибо, Александр, да, этот индикатор в MetaTrader есть, да, здесь тоже на примере он добавлен, где видно, средняя была там 2,2,8, вот, и да, спасибо, Александр, финальная сделка, график, здесь была также предложена сделка на понижение, соответственно, здесь вход на продажу, стоп лосс, тейк профит, вход на продажу, стоп лосс, тейк профит, плюс положительный, минус отрицательный, считаю до трех, раз, два, три, по общему количеству было больше плюсов, проверяем, здесь, на момент, как раз, нашей встречи, данная сделка не закрылась по тейк профиту, но показалось самое большое движение в процентах в положительную сторону, то есть там порядка четырех процентов был плюс, то есть по нашим правилам, да, то есть сделка закрылась по стоп лоссу, то она выпадает из участия, да, мы отдаем предпочтение сделкам, которые закрылись по тейк профиту, или если таковых нет, то берем те, у которых плавающая прибыль открыта, да, на момент нашей встречи, это как раз такая сделка по акции с стикером NTNX, да, была предложена продажа, сделка все еще активна, вот, может быть, в этом связи, как раз, Александр, как вы считаете по данной позиции? Очень, я перевел, заканчивайте, я извините вас, перевел. Нет, я просто хотел сказать, как вы считаете, то есть вот, что, понятно, что мы не даем советов, но обратить внимание, то есть стоит ли ее, может быть, скорректировать, да, уже там спустя какое-то время, или... Победителей не судят, да, поэтому критиковать как бы нельзя, но я скажу, что, значит, хорошее и плохое. удачная сделка, слишком плотный стоп опять, по-моему, просто человек чудом избежал, что эта сделка не выкинул его, да, то есть близко-близко подошла к линии стопа, и вы знаете, когда человек неправильно что-то делает, а в результате все равно получает прибыль, то он считает, что это ничего, так можно себя вести, а так себя вести не стоит, это стоп должен... Надо уважать волатильность, надо уважать волатильность, и поэтому вот такой вот тугой стоп, это неуважение к волатильности, а волатильность штука крутая, она наказывает нас, поэтому стоп слишком... Вот, ну, повезло в данном случае, стоп не был выбит, на данном этапе для меня подключается еще одно правило. Если у меня какая-то прибыль на акцию, причем не копеечная, это настоящая прибыль, допустим, я планирую сделку, где у меня мишень к прибыли, скажем, 3000 долларов, и уже есть прибыли на 800 долларов, вот так вот, я уже считаю, что было бы просто грешно позволить этой сделке перейти в негатив. То есть, это зависит от размера вашей сделки, это зависит от размера вашего счета, но вы должны абсолютно четко решить для себя, после какого размера вы запираете эту сделку на ключ, то есть вы ставите свой стоп там, чтобы у вас уже не будет проигрышной сделки. Я, конечно, могу вспомнить, рассказать и показать жуткие истории, когда, казалось бы, небольшая сделка приносит по-настоящему большой и ощутимый урон. Почему? Началась прибыльно, потом пошла против меня, но ничего-ничего, сейчас развернется, а в конце концов оказывается очень тяжелый сделок, очень тяжелый потерь. это одно из ключевых правил трейдинга, не позволять прибылям перейти в потери, то есть это вот прямо как скрижаль написать, запрещено. Опять-таки, это не относится к копеечным каким-то потерям. Сегодня с утра я открыл сделку и чуть-чуть поторопился и где-то вот через полтора-два часа она показывала открытую потерю, которая была примерно около 10% планируемой прибыли. Я на дело смотрел без удовольствия, конечно, но это маленькая сумма, а потом уже перейдем к подключиться к нашему классу, посмотрел, сделка повернулась, пошла в мою пользу. Как только она достигнет какого-то разумного размера прибыли, то есть сделка показывала прибыль где-то процентов 10, потом пошла против меня процентов 10, причем я говорю о процентах, это процент от планируемой суммы прибыли на сделку. Это нормальный шум, но когда сделка показывает, как вот это вот Натальникс называется, эта акция, по-моему, это биотех какой-то, очень боевая акция, когда сделка показывает такую ощутимую прибыль, вот все, ее надо ключ защитить, потерять, позволить этой сделке перейти в негатив было бы просто грешно. Такое правило, не позволять выигрышной сделке переходить в потерю. Спасибо, Александр. Поздравляем победителя, напишите нам и расскажу, как получить книгу с автографом Александра. Здесь, как всегда, достаточно быстро вывожу всех участников, которые есть, чтобы все смогли ознакомиться, увидеть, и мы переходим обратно в платформу, так как у нас остается совсем не так много времени и еще несколько бумаг для того, чтобы рассмотреть и... Я не тороплюсь, если вам нужно немножко добавочного времени, пожалуйста, пожалуйста, я никуда не бегу. Хорошо, спасибо, Александр. Вот я открыл сейчас первую бумагу Micron, Micron Technology. Если память не изменяет, то на прошлой неделе было сообщение о доходах и эта компания Micron это хорошо видно на дневном графике с правой стороны. Значит, сегодня мы видим понедельник, вторник, среда, в четверг было сообщение о доходах, компания вырвалась вверх по ГАПу, подумала одну неделю, потом еще дала ГАП, идет совершенно мощное бычье движение. Цены абсолютно переоценены, акция находится выше верхнего конверта на недельном графике и выше верхнего конверта на дневном графике. для меня это запретная зона. То есть, кто-то был сообразительнее меня, кто-то был быстрее меня, кто-то купил эту акцию, эту акцию, когда она была еще в зоне ценности, а сейчас трейдер с моей ориентацией тут нечего делать, покупать уже явно поздно, да, это как бежать за уходящим поездом, очень опасно, можно на рельсах оказаться. Коротить, коротить еще рано, но будет возможность закоротить, потому что я смотрю уже на недельном графике слева, мы видим, акция на этой неделе начала задыхаться немножко, да, в понедельник вот она вырвалась вверх, это на дневном графике лучше видно, как в понедельник открылась по ГАПу, рванула еще выше, во вторник еще чуть-чуть выше, но уже динамика закрылась вниз, да, а сегодня ниже опять, то есть вот эта позитивная динамика для медведя в данный момент, импульсная система все еще зеленая, это сказать, это не держит в наручниках, не имею права коротить, но имею право смотреть и ждать, когда импульсная система эти наручники снимет. Спасибо, Александр. Скажите, пожалуйста, еще раз тикер, который, акцию, которую вы говорили. CMG, Кат Майкл Джордж. Это компания, очень успешная компания мексиканских ресторанов, Чапотли называется, я там ел пару раз не понравилось, но никто меня не спрашивает. Эта компания очень успешная, акция очень дорогая, акция стоит почти 3000 долларов за штуку. Они объявили, они объявили, что они раздробят акцию на 50 частей, акция, которая стоит почти 3000 долларов, ее раздробить, достаем калькулятор, считаем 3000 делим на 50, получается, акция будет стоить дешевле 60 долларов, что значит, что массы могут ее купить, потому что 3000 долларов за штуку, это такая корпоративная дорогая акция, мало кто может себе позволить, а по 60 долларов она будет больше покупателей. И вот посмотрите на дневном графике, вот этот колоссально высокий бар, столбик, акция закрылась в предыдущий день где-то по 2800-2700 с копейками, и она открылась почти по 3000, то есть почти на 10% скачок, немножко меньше, поднялась еще выше и стала опускаться, причем стала опускаться довольно резко, вот это вот сигнал, и я закоротил ее там, я ее там закоротил, на следующий день когда она открылась, она открылась резко ниже, у меня прибыльная сделка, я еще закоротил, и в пятницу я ее закрыл, вот так вот, и все, и goodbye, а на этой неделе она опять начала дрыгаться немножко, тянется вверх, наверное опять, можно опять ее коротить, но я думаю уже такого навара большого не будет, это просто к примеру тому, как вот этот вот принцип, я открываю сделку только в тех случаях, когда динамика дня в мою пользу, то есть, если я играю на понижение, акция должна, я закорочу ее, только если я могу это сделать дешевле, чем она открылась, то есть, я не пытаюсь поймать высокую точку, я хочу уловить вот это вот движение вниз и вскочить на него в течение дня, ну и на 180% разворачиваемся для покупок, такой пример. Спасибо, Александр, и несколько бумаг, одна из них Tesla, у Tesla проблема, Tesla была единственной, по сути дела, это был единственный электромобиль, сейчас их так много появилось, у них настоящая конкуренция, кроме того, Илон Маск, большой друг Китая, построил там фабрику, поделился с ними технологией, ну и произошел совершенно стандартный процесс, китайцы изобретать, они не очень, современные китайцы, старые китайцы изобрели порох, изобрели бумагу, изобрели, изобрели, но в современном Китае изобретений не так много, зато способность копировать очень высокая и копируется улучшениями, и сейчас китайская компания BYD продает больше электромобилей, чем Tesla, и результат, значит, акции Tesla, которые были, они разбили свои акции, по-моему, втрое, из одной акции сделали три, и максимум был около 400 долларов тогда, до этого делал, максимум был выше тысячи, акция была выше 400 долларов, сейчас она ползет по полу, ниже 200, и ничего особенно позитивного в ней не видно, взлетает, падает ниже, взлетает, падает ниже, взлетает, падает ниже, на дневном графике бычья дивергенция, правда, видна, смотрим на донышко в январе этого года, каким глубоким оно было, донышко МФСД гистограммы, потом, и вот последняя донышко мартовская, гораздо более плоская, это бычья дивергенция, но что здесь очень настораживает, это то, что цена затормозилась на уровне, вот это, близко к уровню гэпа, который был, который был в январе, я не покупаю ее, то есть, так сказать, солнечные дни Теслы, по-моему, отошли в прошлое, будут, конечно, какие-то короткие ралли, то есть все, но это, надо искать следующих победителей, не старых победителей. Спасибо, Александр, и еще буквально, может быть, несколько бумаг, которые как раз из Доу-Джонс, это Найки. Знаете, насчет акций Доу-Джонс, есть очень установившаяся давнишняя игра, называется The Dogs and the Dao, Собаки Дау, находите пять акций Дау, которые были самыми худшими за прошлый год, или десять, ну, лучше пять, находите самые лучшие акции Дау за прошлый год, и почти всегда, как правило, они превосходят остальные акции Дау на следующий год, то есть надо покупать собак Дау, чтобы выиграть в новом году. Найки, опять-таки, есть занятная книжка автобиография Фила Найта, который основал эту компанию, но опять-таки столько сейчас конкурентов, столько конкурентов, очень неприятный фактор на этом графике, посмотрите, на дневном это лучше видно, был колоссальный гэп в декабре, когда Найки объявила о своих доходах, и я когда вижу вот такой вот гэп, то иногда я просто прикидываю, значит, цена до гэпа была 122 доллара за акцию, какой был средний дневной объем этой акции, собственно, я вам сам скажу, дайте мне одну секунду, НКИ средний средний дневной объем был порядка сейчас был был порядка 7 миллионов значит 7 миллионов акций торгуется в день, цена акции 122 доллара, умножим 7 миллионов на 122 получаем миллиард, то есть примерно в день торгуется на миллиард долларов этой акции, теперь посчитаем сколько дней эта акция торговалась выше 123 допустим 20 дней 20 дней значит 20 миллиардов долларов сидят в потере и ждут только одного получить деньги обратно чтобы пускай акция вернется там где она раньше была то есть любой шанс любая попытка этой акции подняться в гап в зону этого гапа встретит аваланж продаж вот все эти потерпевшие люди сидят и только как говорят японцы сосут воздух вот так вот да и ждут возможности выйти без выйти без потери так так что когда я вижу вот такой вот гэп вниз можно только прикинуть и даже не прикидывая совершенно ясно что есть огромный запас акций которые люди держат с потерями и они только спят и видят что они смогут их продать по себестоимости и вот это сопротивление которое акция найки в данном случае должна преодолеть я думаю что на это не сможет сделаться за много месяцев люди должны забыть про эти акции взять потери перестать смотреть на них распылить их другим людям вот так вот да и тогда акция найка сможет подняться но пока боль свежая это сопротивление которое поставит жесткую крышку на любой взлет спасибо Александр наученный горьким опытом и одна бумага которая как раз показала рост в отличие по-моему это одна из собак дау кстати да ммм да вот так вот была собака а оказалась дворянкой то есть в прошлом году падла 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 достигла самых низов одна из худших акций дау а сейчас ведет себя очень даже хорошо причем недельный график развернулся импульсная система зеленая скользящие средние повернулись вверх смотрим на дневной график она с гэпом оторвалась на видимо было сообщение о доходах и сейчас вот вчера и сегодня обратно в зону ценности а что мы делаем в зоне ценности во время бычьего рынка напомните мне потом возьму почитаю свою книжку чтобы вспомнить и последняя бумага в списке это Apple ну сейчас конечно вся пресса хоронит Apple есть такая черта злорадства у людей я таких людей всегда очень опасаюсь могут за задницу укусить есть черта такая злорадства и естественно Apple очень успешная компания почему бы не порадоваться чужим проблемам на них на них американские власти выкатили значит преследование судебное так что они якобы монополисты они самые лучшие во многих отношениях люди короче говоря на них выкатили это дело и под этим делом акция просела смотрим на на график на недельный график сначала во первых мы видим там была совершенно замечательная фигура ложный пролом вверх в октябре этого года если вы горизонтальную линию просто навесите от мая где-то вот так вот ложный пролом вверх крошечный больше не надо и он сопровождался медвежьей дивергенцией МСД гистограммы сигнал был теперь у правого края у правого края Apple находится в зоне поддержки и импульсная система перестала быть красной МСД гистограмма повернула вверх так что ситуация не так плоха смотрим на дневной график смотрим на дневной график и здесь мы еще видим такое недалеко от правого края резкое падение ниже нуля МСД гистограммы потом она взлетает выше нуля и сейчас запускается опять я бы очень внимательно смотрел чтобы она опустилась все-таки ниже нуля и вот там вполне может оказаться следующая донышко уже намечается бычая дивергенция МСД линий у правого края уже совершенно четко бычая дивергенция индекса силы то есть Apple строит донышко здесь хранить Apple и кстати у Apple вот есть такая есть такая такое свойство я посмотрел историю посчитал историю Apple за пару десятилетий он проседает на 30% а то и на 50% там опять на новые высоты то есть наверняка это зона где серьезные фонды присматривают Apple купить кто-то продает а кто-то покупает я не торгую Apple это слишком спокойная акция для меня я люблю что-то что более активно больше прыгает и бегает и движется но если бы я закупал на в расчете на дальний на дальний успех на дальние улучшения Apple выглядит очень приличным кандидатом опять-таки это не совет к действию сейчас побежим купим Apple просто я выражаю что я вижу и как бы я себя вел в этой ситуации как вы себя поведете должно зависеть от вашего временного диапазона мой довольно короткий я не держу акции месяцами поэтому ориентация на более короткое движение кратковременное движение но если у вас ориентация на долгосрочное движение то значит вы вполне можете обратить внимание на эту акцию и при этом вы обязаны посчитать а где я поставлю стоп да только ни в коем случае не ставьте его на 10 центов ниже последнего донышка потому что там его выбьют точно спасибо спасибо большое Александр если буквально есть еще минута ответить о я забыл вопрос совершенно выскочил из головы значит два два вопроса анонимных в следующий раз если будете задавать вопросы пишите имя как-то вопрос на двух соседних торговых таймфреймах часовой дневной 25 минут 5 минут смена цвета импульсной системы происходит на одинаковом уровне например для работы в шорт зеленый выносиний если на разных уровнях то на каком первее на старшем появится синим или на младшем красный система такая импульсная система это не система торговли это система цензуры пока импульсная система красная сделка запрещена поэтому не важно там она идет с синего на зеленый или какие-то другие цвета импульсная система должна перестать быть красной в обеих таймфреймах вот и все да то есть не важно там первая вторая обе должны быть свободны от красного цвета чтобы купить обе должны быть свободны от зеленого цвета чтобы закоротить цензура второй вопрос у меня сыну 10,5 лет какие книги можно дать ему почитать для развития понимания трейдинга с какого возраста рано еще потому что просто сказать на основании моего опыта детской психиатрии тысячу лет тому назад конечно могу вам сказать что есть вещи которые мозг просто должен развиться и дорасти если вы возьмете скажем маленького ребенка там 6-8 лет и покажете два стакана один высокий один широкий да и скажете в каком больше воды ребенок скажет в высоком конечно хотя вода в них понимаете еще мозг не дарол чтобы сравнить вот эти разные формы вот то же самое и с трейдингом 10,5 лет это просто рано 14 в самом раннем 15 у меня был приятель в Чикаго в те старые времена когда еще он приходил к людям на дом устанавливать компьютерные системы еще люди сами этого не делали он развелся и дети у него остались и он сына стал брать с собой на работу чтобы он после школы дома с котей не сидел а парнишка 15 лет Майк значит он начал присматриваться это должно пойти вверх это должно пойти вниз дошло до того что опытные трейдеры крупные трейдеры из Чикагской биржи звонят Стиву моему приятелю и говорят эй Майк дома уже мне надо у него спросить там про то, 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 то мой приятель решил что значит раз у него сын такой умный он открыл счет 50 тысяч долларов и сказал Майк давай управляй этим счетом когда счет когда счет понизился до 25 он забрал у него этот счет потому что когда ребенку дали деньгами управлять то он как в видеоигру он в нее играл хорошо а когда на столе появились деньги то это 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 когда ему уже 14-15 лет будет вашему сыну а в 10 с половиной просто рано учат пускай математику самое главное вот если начинающий я две недели тому назад в Австрии катался на лыжах с друзьями пока они не приехали я взял инструктора блестящий лучший который у меня по жизни был инструктор он меня на гугле посмотрел значит узнал кто я такой и говорит у него сын занимается трейдингом и не встреча с Лесом 18 лет уже такой нормальный парнишка очень приятный встретили они пришли в гостиницу посидели там поговорили вот как я хочу быть трейдером подготовиться то есть все я вам говорю самое главное с чем что тебе нужно это знать хорошо Excel выучить то есть чтобы Excel у тебя прямо танцевал в руках и начни изучать искусственную технику искусственного интеллекта с этим тебя возьмет любая хорошая компания потому что в твои 18 лет у тебя нет денег чтобы торговать ты возьмешь 5 тысяч 10 тысяч долларов евро ты их загонишь ты будешь брать чтобы сделать деньги тебе нужно брать сумасшедшие риски на маленькие и ты потеряешь все деньги учи Excel учи Artificial Intelligence и ищи летнюю летнюю практику в торговых компаниях познакомимся с ними такой совет последний вопрос пока сказать вопрос Александр как спрашивают о закрытии по take profit по лимитной цене человек который спрашивает говорит а если вот я поставил лимитную цену но не в полностью закрыл всю сделку что если я готов выходить я готов выходить я ставлю лимитный приказ если если лимитный приказ частично исполнен то я не жадничаю я его понижу я просто начинаю его понижать понижать пока то есть решение принято хотелось бы по лучшей цене но не всегда получается начнем понижать Роман я заговорился так что всего хорошего спасибо за приглашение еще раз спасибо большое Александр надеюсь никто из наших слушателей не уснул по крайней мере я храпа не слышал нет все все на месте все внимательно слушают спасибо большое Александр как всегда максимум полезной применительной информации спасибо вам большое еще вам хорошего продолжения дня у вас еще середина дня у нас уже вечер вот и увидимся уже в апреле спасибо все хорошо до свидания всем успехом также уважаемые участники как мы договаривались вначале несколько слов скажу также про индикаторы Александра которые возможно установить на MetaTrader на MetaTrader 5 и как раз пару слов про это скажу то как вы видели сейчас в ходе нашей встречи да то как мы показывали индикаторы как о них рассказывали их возможно запросить в таком же виде для того чтобы это сделать нужно написать на почту elder-disc собака от meromarkes.com и в ответ мы направим вам индикаторы инструкцию и шаблоны которые позволят вам установить точно так же как вот вы видели в ходе нашей встречи для удобства для тех кто сейчас находится в зуме я прикладываю почту в чат и соответственно те кто смотрит нас на youtube-канале те смогут найти это в записи и так же еще раз попрошу если вы сможете оставить отзыв на Trustpilot про наши вебинары про вебинары с Александром то мы будем тоже очень благодарны ссылочку в чат еще раз приложил и про конкурс да вот мы с вами уже смотрели то как мы подводим итоги конкурса соответственно буквально пару слов скажу как мы как конкурс проходит во-первых у нас есть период времени и соответственно конкурс у нас будет проходить от одного вебинара до следующего который у нас будет 24 апреля соответственно это джентльменский конкурс в котором можно выиграть книгу с автографом Александра и соответственно для того чтобы принять участие в конкурсе он проходит у нас на youtube-канале соответственно нужно быть подписан на youtube-канал Admirals in Russian поставить лайк к последнему видео предложить сделку по одному активу который торгуется в Admirals у нас торгуется более 5000 разных инструментов поэтому вы всегда сможете найти то что вам подойдет и в комментариях соответственно предложить сделку то есть указать цену входа стоп-лосс тейк-профит и дату поста соответственно здесь схематично приведен пример то есть допустим вы предполагаете что через какое-то время вы бы хотели войти в сделку по 163 166 это стоп-лосс 151 это тейк-профит и если эта сделка отработает в течение месяца то есть 28 марта по 24 апреля то и закроется по тейк-профиту соответственно вы сможете победить в данном конкурсе мы отдаем предпочтение как раз тем сделкам которые закрываются по тейк-профиту и тем сделкам у которых будет самое большое движение в процентах то есть именно процент движения от цены и важный элемент комментарий нельзя редактировать вы можете пойти всегда в предыдущее видео в предыдущие записи посмотреть как другие участники оставляли сделки чтобы точно быть уверенным в формате то есть обязательно это можете сделать там и уже в следующий раз мы эти сделки сможем посмотреть как всегда мы выберем несколько сделок которые закрылись негативно и разберем сделку положительную как всегда Александр оставит свои комментарии и также большая просьба по поводу вопросов потому что мы как вы видите не успеваем то есть у нас час двадцать мы ушли вместе с Александром общались соответственно ваши вопросы также пожалуйста оставляйте на ютуб канале в комментариях и я заранее передаю Александру чтобы можно было как раз подготовиться и тратить меньше времени на сам ответ чтобы мы успевали больше за этот час как сегодня час двадцать обсудить поэтому с моей стороны также это все всем большое спасибо за участие да и вот вижу вопрос по поводу пополнить счет на 200 долларов не смог купить или продать акции насколько мне нужно пополнить ну минимальный порог активации то есть я рекомендую именно написать в службу поддержки чтобы проверить ваш счет к сожалению я не вижу этой информации но индикатор у вас должен работать и в зависимости от стоимости актива или акции да то есть вам тоже должно быть это доступно некоторые акции можно купить покупать у нас есть fractional shares то есть можно купить часть акции да поэтому нужно конкретно проверить лучше в вашем случае поэтому рекомендую напишите в службу поддержки и наши специалисты вам оперативно помогут по вашему счету проверят и подскажут спасибо большое за участие всем спасибо за внимание до встречи в апреле и всем желаю хорошего дня хорошего вечера и увидимся в апреле всем спасибо и до свидания субтитры